Приветствую вас, вот вопрос, который вы задаете, вроде бы в разделе психологии, вроде бы, но вроде бы и нет, потому что слишком общий вопрос и слишком мало информации для анализа ваших проблем и вашей ситуации. Значит, вы говорите, что муж хочет развестись в после 12 лет счастливого брака. Если муж хочет развестись после 12 лет счастливого брака, значит, не такой уж он счастливый этот брак был, ну, по крайней мере, для вашего мужа. Точно. И если он хочет развод, значит, у него есть неудовлетворенность какая-то. Либо, может быть, у него есть какие-то обиды, опять же, на, возможно, вас, на, возможно, какие-то ситуации, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть вариантов, в принципе, может быть довольно много. Вот. Понимаете? И говорить об этой ситуации так, что после 12 лет счастливого брака муж вот хочет развестись, да. То есть имеется в виду, что все было хорошо, все было здорово, ну, между вами все было прекрасно между вами, ну, вот. А потом, значит, что-то такое случилось, да, что-то произошло, и все, как бы, и муж хочет развестись. Ну, значит, анализировать нужно. Анализ отношений делать не делать нужно. Нужно смотреть, что и что произошло у вас хотя бы незадолго, хотя бы незадолго до того, как он это предложил, незадолго до того, как эта ситуация случилась, незадолго до того, как от него поступило такое предложение. Вот. Нужно смотреть, что было до этого, до этого, ну, до этих моментов между вами, что было, чего не было, и так далее. Вот. Нужно анализировать ваши отношения в целом, чтобы понять, что вообще происходит, и как бы, как бы, почему стало возможным то, что возможно сейчас, вот, для вас, хотя бы для вас. Почему? Вот. Далее, вы задаете такой вопрос, что делать, если не видишь никакого выхода. Понимаете, выход есть всегда. Просто вас по какой-то причине, ну, я бы сказал по ряду причин, по ряду причин. У вас возможные варианты решения проблемы, варианты выхода из ситуации не устраивают силу ряда причин. и момент здесь такой, на самом деле. Почему? Что не позволяет вам поступить так, как, например, ну, вот, это, обычно поступают люди. То есть, муж предложил расстаться после двенадцати лет счастливого брака. Значит, его что-то не устраивает мужа, значит, он в чем-то не удовлетворен, и значит, значит, либо вы стараетесь дать ему то, в чем он, ну, то, в чем он не удовлетворен, да? Либо вы стараетесь ему дать это, либо вы расстаетесь. Если вы не можете это дать, вы расстаетесь. А ваша боль, ваша боль, которую вы испытываете, ваше нежелание, значит, ну, ваше нежелание менять ситуацию, ваше нежелание, ну, что-то делать в этой ситуации, связанное с тем, что вам тяжело, что вы чего-то боитесь, что вам что-то неприятно, что вам там, не знаю, ага, что-то тяжело и так далее. И вопрос заключается в том, почему. Понимаете? Вот в чем заключается вопрос, основной. И полагаю, что связь, вот, связь, этих двух моментов. То есть то, что вы видели твой брак с счастливым 12 лет, несмотря на то, что для мужа он, как мы с вами увидели, уже таковым не являлся очевидно, да, что для мужа ваш брак не являлся таким счастливым, как вы его представляете. Потому что, ну, логично, логично, наверное, что тогда бы он не предложил бы вам развод, не захотел бы с вами разводиться, раз он это сделал, раз он с вами разводится, значит, ну, получается, что, значит, что-то его все-таки напрягает, что-то его все-таки беспокоит, что-то его все-таки не устраивает, что-то его все-таки не удовлетворяет, вот. Вот и нужно разбираться, что именно не по душе, вот и нужно смотреть, что именно ему не нравится и быть готовым вам к тому, тому, чтобы скорее всего менять что-то в своем поведении, менять что-то в своем отношении, именно к происходящему, именно к тому, что вот на данный момент имеется. И когда вы говорите, что я не вижу иного выхода, я это воспринимаю как то, что я хочу, чтобы муж был, например, со мной, я хочу, чтобы все было как раньше, словно говорите вы, я хочу, чтобы все было как всегда, чтобы все было как до этого, но я не хочу что-либо менять в своем поведении. Или я не готова своего мужа там, например, отпустить, я не готова там отпустить своего мужа и там, например, ну, скажем, жить без него. Вот я не готова, ну, не готова я жить без мужа. Почему не готова? Ведь в жизни бывают ситуации, когда люди расстаются, когда люди расходятся, в жизни бывают ситуации, когда люди как бы, ну, перестают быть вместе и так далее. понимаете? Вот я думаю, я думаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Конечно, вы очень мало предоставили информации о себе. И можно только, можно только гадать, какие у вас там проблемы, из-за чего муж предложил вам расстаться, что им двигало, когда он предлагал вам это. Вот. Можно только гадать. Вот именно сейчас, на данный момент, можно только гадать. И, понимаете, если вам гадать не хочется, я могу предположить, что, ну, что гадать вы можете не хотеть. Вот. Давайте и не будем гадать, а просто вы выберите эксперта на нашем ресурсе. Вот. И проработаете с ним, значит, вот, свои проблемы и выработаете вместе с психологом, значит, такую модель поведения, которая бы повысила все ваши шансы на то, что муж с вами останется. Но для этого придется приложить усилие. И что это поменять в себе? И для начала, для начала, откажитесь от вот этой вот формулировки «12 лет счастливого брака». Очень сильно это похоже на идеализацию брака, что далеко не всегда идет на пользу. То есть, когда оба брак идеализируют, оба партнера идеализируют брак, ну, это здорово. Это здорово, это неплохо. А когда только один, получаются такие вот проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Нистинка у вас. Продолжение следует...